Жильцы ЖК Довинчи знают прогноз погоды не хуже синоптиков. Особое внимание направлению ветра. При северном можно приоткрыть окно, при юго-восточном не стоит. Помещение наполнится отнюдь не свежим воздухом. Даже не сильное открытие окна наполняет комнату дымом, вот этим едким, за считанные просто, ну не знаю, там, ну в середине ночи. Это вот я не придумываю, это реальные ситуации, когда мы ночью просыпались от ощущения просто першения в горле. И ты с ним ничего не можешь сделать, потому что приходится закрывать окна. Панорамный вид из окна на восточную промзону. Но борются жильцы не за эстетику, а за здоровье свое и детей. По соседству расположен детский садик. Неприятный запах появляется ночью или ранним утром. Когда с утра ребенка в садик выводишь, где-то в 7-8 часов резкий такой запах химических каких-то горений. Не каждый день, но регулярно. Труб в восточной промзоне немало. Жильцы провели собственное расследование и выяснили. Возможных источников неприятного запаха может быть три. Самый вероятный, по их мнению, ПО Одинцова. Предприятие занимается производством межкомнатных дверей. Две трубы, относящиеся к мебельному производству, из которых также в ночное время и максимум до 7-8 утра жгут и тоже идет черный дым. Причем характерный черный дым. Обращались во все инстанции. Результат принесла жалоба в Министерство экологии и природопользования региона. Инспекторы эконадзора установили. Работники ПО Одинцова сжигали отходы производства. Представитель компании нарушение признал, но от официальных комментариев отказался. Была неприятная ситуация, сейчас это вопрос исчерпан. То есть нарушение, вот это, оно пресечено, правильно я понимаю? Конечно. Я вас поняла. От нас ничего более подобного не повторится. Теперь компании-нарушителю предстоит выплатить штраф 200 тысяч рублей и демонтировать печь и дымовую трубу. А обитатели крупнейшего воденцово-жилого комплекса надеются, что смогут, наконец, спокойно засыпать с открытыми окнами. Евгения Августина, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.